Реконструкция детской больницы началась еще в прошлом году. Сегодня строительство идет в четырехэтажном здании. Прокладываются инженерные коммуникации, проводятся работы с электричеством, сантехникой и теплоснабжением. Все в соответствии с графиком. Об этом заявили журналистам на пресс-конференции по строительству. Она прошла накануне. Лимиты финансирования, которые выделены на этот год, в сентябре месяца будут освоены. И в этом году полностью будет закрыт контур, чтобы на зиму нам войти с отделочными работами. Вопрос по вводу этого объекта, он будет вводиться в следующем году. Мы планируем к сентябрю месяца. Еще один приоритетный вопрос – строительство долгожданного детского сада с бассейном в седьмом микрорайоне. Социальный объект будет включен в государственную инвестиционную программу. Финансирование начнется в следующем году. Дошкольное учреждение будет рассчитано на 240 малышей. Планируется, что сад построят уже к концу 2020-го. По генплану развития обсуждаемой микрозоны, в перспективе предусмотрено строительство еще двух детских садов. Один из них появится на Днепровской флотилии. Также ведется активное возведение многоквартирных домов. Запланировано 8 домов ввести в эксплуатацию в седьмом микрорайоне, 7 введено уже в первом квартале. Один на квартирный жилой дом по проспекту строителей 32 в пятом микрорайоне. На привокзальной введен квартирный жилой дом, который состоит из трех очередей. По Ульяновской 55 строится. По социалистической общежития по Гоголе введено в эксплуатацию. По Горелика ведется реконструкция казармы. С начала года в Бобруйске было введено 29 750 квадратных метров жилья. Главной строительной площадкой остается микрорайон номер 7. Большая часть новоселов – семьи, воспитывающие детей инвалидов, сироты и многодетные – те, кто строится с господдержкой. По полугодию у нас более 100 многодетных семей улучшили свои жилищные условия. По концу года ожидаем порядка около 300 семей. По прошлом году у нас улучшили свои жилищные условия 297 многодетных семей. Обсуждаемый вопрос среди горожан – строительство торговых объектов. Сразу два из них должны появиться на пересечении Минска и Георгиевского проспекта. Это будет у нас автоцентр «Рено Лада». Аналогично такому, как построен в городе Могилеве. Значит, проектно-сметная документация находится на настоящее время на экспертизе. Значит, сентябрь-октябрь застройщик приступит к реализации данного проекта. Изменения наметились и в судьбе главного бобруйского долгостроя – этажерки. Сейчас ведутся переговоры со столичной компанией «Грин Розница». Известно, что минчане готовы ввести строительство торгового объекта, но только после сноса этажерки. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.